Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, разговоры заканчиваем Дать по теме и по существу Решили мы, короче, поехать сегодня По заявкам телезрителей Покататься по Москве Сейчас едем в сторону Пересечение улицы Вавилово-Сгарибальде Далее, наверное, через Смотровую И на Поклонную гору Немножко разнообразим наши маршруты Опять торпеды отражаются на стекле Блин, забыли тряпку взять Протерли Торпеда влезли Вы по теме По моим ответам поняли вообще Что происходит Звонили, что хотели Какой-то дядька тебе звонил Звонил депутат Нашего южного Как его фамилия? Фамилия, как его? Я не хочу называть Почему? Хорошо, Кузьмин Андрей Юрьевич Ну, замечательно Будем знать нашего депутата А то я не знаю Ни участкового нашего Ни за кого голосуем Как вас не встал? В начале сентября Я думаю, чем вызван звонок Тем, что в начале сентября 10 сентября Будут выборы По округам По всей Москве По округам Ну, я так понимаю Андрей Юрьевич Просто, ну, скажем Обозначил, наверное, себя Чтобы Чтобы за него проголосовали Ну, вот сейчас Сейчас, вот Выбирая между Всеми депутатами Кто будет баллотироваться Ну, депутатами Южного административного округа Из всех Он сказал, будет 22 Баллотироваться Я знаю одного человека И, соответственно, у меня уже Как бы, ну, расположение Именно к нему Лежит Потому что Инициатором звонка Он пообещал Попросил Попросил, точнее Не пообещал А попросил Если вдруг Что-то будет не так С Ремонтом нашего подъезда Написать Написать Письмо Письмо Сказал На чье имя написать Я не совсем Не совсем знаю Должность этого человека Знаю, что он Относится тоже К администрации Каким-то образом К ГБУ Жилищник Москва Речи Собурова Фамилия Фатахов Имя, отчество Не знаю Фатахов Это не главный инженер Или неправдающий? Нет, нет, нет Это не главный инженер Это один из Руководителей Один из руководителей Сказал Если что-то будет не так Писать письмо На имя Фатахова И копию Отправить Андрею Юрьевичу Поскольку Обращение Обычных граждан У нас любят Игнорировать Данная организация Жилищник По всей Москве Они Не очень активно Действуют Он пообещал Что со своей стороны От имени Ну от своего имени От имени Депутата Или кандидата в депутаты Подпишет это письмо И точно так же направит Он приезжал в наш дом Смотрел Качество ремонта Второго подъезда Второй подъезд У нас уже отремонтировали Мы живем В другом подъезде Его еще пока не отремонтировали Кстати обратите внимание В фольксвагене Пони в багажнике В вашей игре Обалдеть Точно Честно говоря Вон видите Но если присмотреться Видно Какой-то барахло там лежит Нет Это седло на ней Это седло на ней А вон Видите голова Их там две что ли Видите Голова вон там справа Вон глазки А вот Сейчас вижу А ты сними на этот На смартфон Тоже не знала По выкринке Что там было Ну Рассказал про Группу ВКонтакте Куда желательно зайти Назнакомиться с информацией Он выложил туда Всю Всю информацию Что должно ремонтироваться По нашему дому По нашему подъезду Ну В принципе Эта информация у меня и так есть Поскольку я являюсь Ну Жильцы подъезда Выбрали меня Старшим По подъезду Организовали Инициативную Группу И данные По Тому Что должно Ремонтироваться В нашем подъезде В этом году У меня и так есть Но в принципе Можно будет Еще раз измениться Я не думаю Что там Ознакомиться Я не думаю Что там что-то Изменилось Поскольку Это утвержденные Сметы Утвержденные Проекты В общем Поблагодарил за то Что Мы Немного активней Других граждан И пообещал Помощь Если вдруг Что-то у нас будет Не получаться Помощь Ну я думаю Как советом Куда обратиться Как обратиться Как правильно Написать Так может быть И Своей Блодписью Возможно А когда планируется Ремонт В общем Подъезде Ремонт Вот сейчас Уже идет Они Обшкряблят Все стены В нашем Подъезде Повесили Новые Почтовые Ящики Замаливали Щели Дыры Какие-то Но нам Этого мало Мы хотим Чтобы нам Установили Пластиковые Окна Пластиковые Двери И новую Металлическую Входную Дверь И самое главное Очень хотелось Чтобы у нас Крыльцо Подъезда Наконец-то Привели в порядок Каждый год Два-три Раза в год У нас Заливают Крыльцо Подъезда Непонятным Раствором Который Буквально Через неделю Через две Опять Весь В трещинах Раздолбан Отлетел Подскочил И так далее Хотелось бы Чтобы в конце концов Положили уже На полную Плинку И что такое? Реклама Ростех Ростех Фестиваль То что у нас Да То что на 19-20 августа Продействуем Проскатом парке Билеты стоят 400 рублей На сайте Если заказывать Если по факту Приходить То 500 рублей Стоят Поражают Машины Которые Спереди Слышатка Потому что Животное Перевозит Неправильно Не по правилам Так еще И в наглую Пустую пачку Прям на дорогу Прекидывает Звонит 112 Продиктуй Номер телефона Для номера Автомобиля И скажи Что Ну там он Кстати Он валится Уедет Кстати Может она Как-то Это А ну вот Может быть Они сейчас Увидят Его Белые Две Три Лошадки Обалдеть Ой Блин Ай При чем Три лошади Упихнули Ну три Маленькие Лошадки Упихнули В такой Маленький Фургончик Не проехали Даже Ноль Внимания А там Как бы не видно На самом деле Форд Фьюжн Или кто это Создает Аварийную Ситуацию С лошадками Что ли Да нет Этот Обгонял Автобус И передо мной В лес Ну в принципе Я его видел Так вот Что С Депутатом Ремонтом Подъезда И Всякими Там Инициативными Группами Наверное Все Закрываем Уже Вопрос Скажем На нашем маршруте Проехали мы Метро Каширская Подъезжаем К Нахимовскому Проспекту Который Собственно Нам и нужен А Ты хочешь По Нахимовскому Да Выбрали Неправильный ряд Самый Медленный День И Ну вот Собственно Я самый съезд из-за которого по утрам каширка стоит потому что все сейчас до более-менее свободно а утром сворачивают отсюда с трех четырех рядов тем самым тормозя весь поток сзади каширский двор строительный рынок знаковые места говорили в принципе я не знаю что у нас знакового есть на нахинском проспекте ну только это в районе профсоюза памяти корабль это в районе севастопольского знаю что справа у нас убыточный торговый центр гудзон хороший комментарий этому торговому центру 3-4 года до сих пор полу густой да потому что цены у них заоблачные нет они игнорируют экономические законы норма прибыли масса прибыли это все у нас так игнорируют не там все магазины известные но все туда никто не но мы уже рассказывали предыдущих видео про это поэтому не будем я повторил потому что многие приезжают в москву и торговый центр ух ты там и цены там в два в три раза выше знаю что знаю что с правой стороны у нас сейчас будет медучилища чуть дальше буквально через 500 700 метров так это алё да привет все хорошо вот едем на поклонную гору я забираем кирюшку главнокомандующего да 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 что такое а магазин сейчас тебе скажу это в инстаграме я заказывал называется но ты лучше запиши в инстаграме вали w a 2 l и как наша у вали да а нижнее подчеркивание студия студия у как наша русская с как долго она студия да ну я протектовал нет нет там цена на самом деле очень прилично ты знаешь есть как бы дорого но не за что давать ну как бы там наш очень качественно да я купила там посмотришь знаешь как называется там название не то просто стильное пальто а в свете пыльная роза она очень классно да а мама взяла счастья скажу как там это тоже какое-то описание отлично сей по фигуре она прямо дело красоточка такая вообще очень классный да хорошо там два номера телефон там полна любой и что я я на 1 писал там девочку маша мне все там расскажет все прошло там все разные размеры да 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 ну давай давай хорошо созвонились ты давай пока кто-то про магазин спрашивал да я вот пальто покупала но они там действительно хорошо не брат только вот недавно начали заливать фотографии мужская одежда есть ну нет женская там платьишки всякие пальто ну вот пожалуйста для женщин все мужикам нифига нету дискриминации так это и то нахимовский так опять какой будет вот где корабль стоит это севастополь польский уже на северопольске а в симферополь да я давно тут не ездил я даже вспомнить не могу да нет он где-то здесь он тоже да как-то этот параллельный идет севастополь симферополь крым и не могли разнести по разным районам ну и ничто я говорю на все ну и что ну и что симферопольский симферопольский очень быстро это сейчас по нахимовскому да он зеленый трек да вы через 300 метров поедете и через профсоюз мы поедешь нет я поеду прямо до ванилова попросим ванилова поверну налево там будет черемушкинский рынок налево идите налево ну за черемушкинским рынком налево на ленинский нет 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 там ванилово и припаде параллельно ленинскому до ленинского не доедем симферопольский в районе где-то варшавского шоссе ну недалеко короче по крайней мере значительную часть нахимовского заснимем нахимовский мы весь заснимем на чем он же до Кутусовского приедет нет он там переходит по моему в Лобачевского что ли в Ломоносовский в Ломоносовский как раз после на пересечении Вавилова вот да я знаю знаю мы едем по Нахимовскому упираемся в Вавилово поворачиваем налево на Вавилово да я знаю вот это а дальше начинается Ломоносовский так сейчас главнокомандующий 25 регион это Омск наверное не знаю а а а за главком да да это Омска просто у нас Омска Омска где это находится где по дороге по дороге в Новосибирск а Новосибирск по дороге в Кемерово на Кемерово по дороге в Красноярск короче это все в России на улице да ладно да так что-то здесь было примечательного тут горела библиотека что ли помните три наверное назад самое примечательное здесь это этот отрезок по которому мы сейчас едем в будние по утрам стоит всегда справа вот здесь с левой стороны там потом было расследование очень много книг было похищено здесь институт находится где как я нам дала очередь эх вы гиды сусанины да что-то такое я слышал я просто не знал где находится да вот с левой стороны которая действительно это по-моему не библиотека а какой-то архив или архив да или ФСБ что-то такое было ФСБ не знаю но там или следственного комитета что-то такое там много было похищено ну вроде бы раскрутили нашлись и полианты продавали за копейки это профсоюзная пересекание да это профсоюзная здесь там находится и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...